Приветствую вас, дорогие братья и сестры, субботним праздником вас, благодарность всем нашим музыкантам, как всегда, особая благодарность нашим детям, которые так от души поют и прославляют Бога. Слава Господу за все дары. Я послушал отчет Казначея и хочу поблагодарить вас за вашу верность, которая позволяет нам собираться, оплачивать церковные билы, покупать уроки субботней школы. Я не говорю о десятинах. Десятины, насколько я вижу отчеты из конференции, они растут с каждым годом, что мне говорит о том, что Господь нас благословляет в целом. Я понимаю, что в жизни отдельных людей были и продолжают оставаться некоторые трудности, но в целом Бог благословляет. Слава Его за это. Иначе бы она не расслаблена. Но благодарность вам за вашу верность также и пожертвует другие фонды, потому что они очень-очень помогают. Вова Господу за это. Вчера мы говорили о том, как в нашей жизни работает проведение Божие. Каким удивительным образом оно рассчитывает все до секунды даже, чтобы для того, чтобы исполнить свои благие намерения о нас. Свести человека с человеком. Свести человека с работой. Да и все. Вся наша жизнь. Если задуматься... Вот вчера мы делились некоторыми удивительными историями. А вообще, если серьезно задуматься, то вся наша жизнь – это цепь, цепочка чудес Божьих. Дух пророческий пишет о том, что если бы мы только видели вот эту работу, кропотливую работу ангелов Божьих, которые трудятся очень сильно даже над тем, чтобы мы пришли на собрание. Нам кажется, ну сел в машину, поехал. Слава Господу, я смотрю на нашу парковку, я радуюсь, сколько машин. Я помню, когда-то в Белоруссии на 80-х годах, кажется, это в Федорах было, в Пинской области, если не ошибаюсь, было большое событие. И свадьба одновременно выступал знаменитый, нынче покойный Колбач, проповедник. Все. И было несколько машин там стояло. Это 80-е годы. Но потом мне рассказали, что было время, когда люди за 9 километров пешком шли, чтобы попасть на собрание. Дороги были грунтовые, часто болотистые, с детьми на плечах и не пропускали никогда. Но пешком ли или машинами, ли, ангелы очень трудятся над тем, чтобы мы попали на это общение, потому что Бог заинтересован в этом. Ангелы трудятся над тем, чтобы мы попали на работу. Вовремя. Да, если не Геша будет говорить, вставай в один. Господь дает нам силы вставать свежими и вовремя, чтобы для того, чтобы идти на работу, в школу. Одним словом, кажется нам все это так, вроде бы, само собой разумеющимся. А на самом деле, дорогие, то ли это работа в саду, во всем этом участвуют и очень даже активно ангелы Божии. А в их лице сам Господь. Слава Ему за это. Сегодня мы будем говорить о том, в чем заключается суть благой вести. Вы спросите, ну а кто это не знает. Понятно, что благая весть заключается в том, что Иисус спас нас, пострадал за грехи наши. Это правильно. Благодаря чему мы получили прощение грехов. И вторая часть этой благой вести заключается в том, что нам теперь во Христе дана вечность, вечная жизнь. Но сегодня я хотел бы говорить именно о том, в чем для меня лично, как вот человека, личности, заключается вот эта благая весть. Да, Иисус простил меня, за меня пострадал, я получил оправдание грехов. Иисус помогает мне освящаться. Но что, что еще, в чем еще? Есть еще один аспект, и именно на него я хочу обратить сегодня ваше внимание, в этой благой вести. Поэтому давайте еще раз помолимся, поблагодарим Господа и попросим у Него особого благословения и на этот час. Билосердный наш Господь и Бог, великая тебе благодарность за то, что ангелы твои кропотливо трудятся над тем, чтобы мы имели вот это братское общение, общение с тобой, чтобы мы могли читать, слушать, учиться, чтобы мы могли расти духовно, чтобы мы наконец стали пригодными для царствия твоего. И мы славим тебя, Господи, за этот труд, потому что ангелы действуют по твоей команде, по твоему повелению. Слава тебе, Боже, за это служение, за все, что происходило до этого момента. Слава тебе и за этот час. И мы молим, чтобы Дух твой пребывал с нами и учил нас. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста, давайте откроем наш основной текст, который записан в псалме в сороковом, тринадцатом стихе. И слушайте, что говорит псалмопередец. А меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим на веки. Ключевым словом здесь понятно является целость. Целость или целостность более точно. Целостность. Полность, да, на английском? Меня говорит, сохранишь. Как вы думаете, что это такое? И представишь перед собою на веки. Здесь уже вечность вечна. Ну, прежде чем мы поговорим более подробно об этом, что это такое, скажем сейчас, что по тону Давида, видно, что Давид славит Бога за то, что он именно его сохранит, такого всего, какое он есть, для вечности. Но мы рассмотрим с вами два заблуждения, очень распространенных в христианстве. А потом вернемся вот к нашей главной теме. Наша главная тема, что Бог сохраняет нас в целостности. Каждого из нас, таким, какой я есть. Будьте осторожны. Какой я есть в смысле моего характера, в том смысле, что это я буду спасен. А не комбинация кого-то, с кем-то и частица моего. А именно я во всей целости буду спасен и получу вечность. Давайте рассмотрим эти заблуждения. Первое заблуждение. Бог уничтожит это тело все равно. Оно не войдет туда. Это правильно. Кто с этим может и согласиться? Бог уничтожит это тело. Это тело туда не войдет. Некоторые этого не понимают и делают все, чтобы, насколько возможно, осветить это тело, сделать его очень здоровым, чтобы оно попало на небо. Некоторые верят, что если это тело не будет очень здоровым, оно не может преобразиться. Оно не может новым стать. Следовательно, не может войти туда, в небеса. Забывая о том, что Павел говорит, что и то, и другое уничтожит Господь. То есть плот не наследует Царство Божие. Да? Но в чем заключение? Это все правильно, что Бог уничтожил. Замлуждение заключается, мои дорогие, в том, что когда вот Он уничтожит это тело, тогда Он уничтожит и все грехи мои. Вы слушаете? Когда Он уничтожит это тело мое, вот тогда Он уничтожит и все мои грехи. То есть или со смертью, или же кто встретит живым с предшествием Иисуса Христа, мое греховное дело будет устранено, упразднено, а с Ним и все мои грехи. То есть, то есть, это означает, как бы я ни старался, все равно я не стану полностью святым и праведным. Поэтому не надо переживать. Придет Господь, уничтожит это тело, а с Ним и все греховные побуждения. И на этом все закончится. Поэтому переживать не надо. Я слышал сам, слышал сам от очень-очень-очень известного евангелиста и проповедника, и был в шоке, был удивлен тому, что это было сказано этим человеком, о том, что поскольку мы никогда не достигнем уровня Иисуса Христа, поэтому нет смысла даже и стараться. Это я слово в слово говорю. Нет смысла даже и стараться, потому что мы никогда не достигнем. Мы никогда не будем Иисусом и Христом. Поэтому какой смысл? Мучиться, убивать себя. Нет смысла. А все-таки есть смысл или нет? Проблема в том, мои дорогие, что правильно, искушителей не будет там. Откуда эти люди? Почему они так думают? Здесь есть какая-то логика. Они так думают, потому что искусителей больше не будет. Правильно? Сатаны там не будет. Никто не будет искушаться. Поэтому, когда мы в новом теле воскреснем, мы, соответственно, будем свято жить. Потому что не будет источника искушения. Вроде звучит правильно и логично, а на самом деле очень неправильно, и скажу почему. Дело в том, мои дорогие, проблема в том, что источником искушения является не только Сатана. Не только Сатана. Как вы думаете, кто наш самый большой враг? Пострашнее Сатаны. Мы сами правильно, правильно? Слава Богу, что вы это помните. Мы сами себе самые большие враги. Есть ли подтверждение этому в Писании? Давайте посмотрим. Это говорит Яков. «Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь чем? Собственную похотью». Что это такое? Здесь упоминается Сатана. Странно. Почему Яков не говорит? Каждый искушается благодаря искушению искусителя, который за нами ходит по питам, для того, чтобы уничтожить нас, убить нас, погубить нас. Наверное, многие из нас так и сказали бы. Ну что поделать? Сатана. Сатана обратно. Ну я сам решил, да ну Сатана не дает мне покоя. Да и опять пал. Ну Сатана. Да и опять выпил. Ну Сатана. Да и опять наблудил. Ну Сатана. Что я могу сделать? Пока Он там есть, Он не дает мне покоя. Вот видите, в чем опасность вот такого подхода. Поэтому, согласно Якову, каждый увлекается, обращаясь собственной похотью. Что это такое? Участвует в этом Сатана или нет? Конечно. Сатана участвует в этом. Очень часто даже Он инициирует любой грех. Он инициирует. Но, но мы и дорогие, поскольку мы живем сейчас в павшей греховной природе, в нас самих сидит грех. И мы обращаемся, увлекая собственную похотью. Когда это перестанет? Почему сатане не удалось заставить Иисуса согрешить? Как вы думаете? Ну, это суть Божия, он праведный, святой. Он не может грешить. А разве Адам на грехопадении не был праведными и святыми? Сам Люцифер не был когда-то праведными и святыми? Как же получилось? То есть, что-то там есть, что человек позволяет это. Это прекратится, мои дорогие, тогда, когда мы освободимся от греховной природы. А когда мы от нее освободимся? Иисус, когда придет? Иисус? Или до этого? Подумайте пока об этом. Еще поговорим. Вернемся к этому. Хорошо? А пока давайте поговорим о втором заблуждении. Второе заблуждение. Бог принимает меня таким, какой я есть. Разве не правда? Кто-нибудь может с этим спорить? Бог принимает меня таким, какой я есть. Грешника, гневливого, яницу или иногда выпивающего, убийцу или ненавидящего брата. Бог меня принимает таким, какой я есть. Я есть. Это правда. А что дальше? А что дальше? Нет, нет, он принимает меня такого, какой я есть на сегодняшний день. Разумеется, кающийся, правильно. А потом что? Ожидает Бог, что это так и будет оставаться или должно измениться? Ну, куда? Ну, да. Он ожидает, что это изменится, правда? Ну, куда? Он же не говорит, сын мой. Поскольку ты меня повезел. Все, ты спасел. Я тебя завтра же возьму на небо. Или когда придет Иисус, возьмет тебя. Ты можешь не переживать, потому что я тебя принимаю таким, какой ты есть. Так говорит нам Господь. Поэтому переживать не надо. Я тебя полюбил. Поскольку ты уверовал в меня. Позвольте вас спросить. А старое не сидит. Кто еще верует в Иисуса? Бес. Бесы веруют. Демоны веруют в Иисуса. Они верят. Они знают, что он Сын Божий. Они знают, что он Спаситель. Они знают, что Бог есть на небесах, конечно. Они там были рядом много-много времени. Да? Но эта вера может и спасти? Нет. Почему? Потому что в них не наблюдается изменение. Поэтому, мои дорогие, одной верой, чем себя утешают многие христиане, я уверовал, я спасен. Спасен однажды, а спасен навсегда. Этого недостаточно. И Господь желает ведить изменение. Говорим ли мы о том, что теперь надо делать сто и то, чтобы спастись? Конечно, нет. Сегодня мы не будем говорить о спасении делами. Павел сказал, что это бесполезно. Делами никто не оправдается. Это понятно. Это понятно. О чем сегодня тогда мы говорим? О чем тогда дело? Один брат, который явно нарушал заповеди Божьи, он был неверен своей семье. И другой брат решил его облечить по-братски с любовью. Подошел и сказал, брат, у меня душа болит за тебя, потому что я вижу, что ты не тот являешься. Ты не будешь спасен, если ты не остановишься. А он говорит, кто тебе сказал? Бог меня принимает таким, какой я есть. Я родился таким. У меня гены такие. Я ничего не могу с ними поделать. Я не такой, как все. У меня генная инженерия во мне по-другому работает. Если кому-то это безразлично, мне это не безразлично. Я не могу по-другому жить. Бог меня таким создал. И он меня принимает таким, какой я есть. Правильно я мышляю? Опасно? Очень опасно. Очень опасно. И в чем опасность? Что они забывают, такие люди? О чем они забывают, вот такие люди? Которые говорят, что Бог меня принимает таким, какой я есть. И считает, что не надо меняться. Давайте посмотрим, о чем они забывают. И что? Нечистое. Не войдет туда. А может быть, чуть-чуть только. Крупные, страшные грехи не пойдут. Убийца не пойдет. Открытый прелюбодей не пойдет туда. Флиртующий, да. Убийца не пойдет. Ненавидящий, он же не убил. Лжицы, если только это другим не повредило. Другой из-за моей лжи не оказался в суде. То это окей. Это хорошо. И так далее, и так далее. То есть, это бесконечное. Что мы читаем здесь, мои дорогие? Ничто. Господь знал. Господь знал. И защитительный ум своих детей. Он знал, что люди будут придумывать лазейки, чтобы оправдать свои греши. Поэтому он сказал, предупредил, ничто нечистое. Забудьте, Фургет. Фургет, маленький грешок не может туда войти, мои дорогие. Так же, как и большой. В глазах Божьих нет больших и маленьких грехов. Кто-то мне сказал, ну как может, как может в огне кто-то долго горит, кто-то меньше горит. Это не похоже на любовь Божию. Я услышал где-то, что это невозможно. Такого невозможно. Ну, здесь опять-таки речь не о часах идет, сколько минут будет гореть убийца, и сколько минут будет гореть ненавидящий. Он будет меньше гореть, тот будет больше корень, больше гореть, чем ветки. Здесь не у него аспект времени, а здесь то, что тот, который больше согрешил, у него будет больше угрызений совести в конце времени. Он больше будет сожалеть, он больше потеряет. Вот это логично. Он больше потеряет. Вот в этом смысле они будут больше страдать. Больше горит в этом смысле. Но здесь сказано, что ничто нечистое не войдет туда. И никто преданной мерзости, ну здесь в оригинале имеется в виду идолопоклонство, что называется мерзостью, и лжи. Никто туда не войдет. Нечистое не войдет, отсюда входит всякий тип греха, особенно морального, и особенно блуда. И лжи, оно отдельная категория идет, а мерзость это и того поклонства. Ничто такое не может туда просто вводиться. Отсюда какой мы вывод делаем, дорогие? Давайте теперь к нашей теме вернемся. Мы говорили о том, что Бог спасает нас в целости. Это не комбинация Григория. Ну посмотрите, если, если, если я не изменюсь в этой жизни, давайте, давайте обратимся даже в простой человеческий род. Если мы не обратимся в это, не изменимся полностью в этой жизни, надеясь на то, что Христос придет, уничтожит мое греховное тело, создаст нового Григория и спасет нас. Тогда это будет не Григорий, понимаете? Это будет Григорий, которого я не знаю. Который мне не знаком. Это будет Григорий, который не гнилуется, когда настоящий Григорий гнилуется. Это будет Григорий, который не любит антиквар, ненавидит. В то время, когда настоящий Григорий очень любит антиквариат. Это будет Григорий, который, может быть, не будет любить ту муску, которая настоящий Григорий. И так далее, и так далее. То есть, вот эта теория о том, что Бог уничтожит и создает совершенно нового Григория, она не верна, мои дорогие. Она в корне не верна. Да, это будет новый Григорий. Но что будет новым во время его пришествия? Что будет новым во время пришествия? Только одно. И Писание четко подчеркивает, что будет новым. Что обновится во время пришествия Иисуса Христа? Тело. Вот и все. Больше ничего. Мои дорогие, Дух не может обновиться с Его пришествием. Когда Он должен обновиться? До или после пришествия? Не бойтесь, не бойтесь. Правильно. Он должен обновиться до. То есть, мы должны расстаться с грехом, Дух. Поэтому вооружитесь этой мыслью. И не утешайте себе ложную надежду на то, что когда Иисус придет, уничтожит все мои грехи, все мои греховные побуждения. Нет, нет, нет. А как же так? Как же? Ведь там же не будут сатаны. Правильно. Там сатаны не будут. Слава Богу за это. Там никто нас больше не будет искушать. Но освятиться мы должны здесь. До пришествия Иисуса Христа. Иначе, ничто нечистое туда не войдет. Мы не войдем туда, если мы не расстанемся с этим нечистоем. Что ты говоришь, Григорий? Что получается, что мы можем стать в своей библии? Да! Мы можем и должны. Обязательно должны. Если хотим спастись. А как же? Это же невозможно. Правильно, для человека это невозможно. А для благодати Божией. В этом-то и сила благодати Божией, что она не только оправдывает меня, она дает мне силы исправляться, очищаться, обновляться. Если мы ей позволим на ежедневной основе. То есть каждый день благодать Божия должна обновлять нас. Если я сегодня такой же, как и вчера в Геннаде, и позавчера, и месяц назад, и год назад, горем нет, значит во мне благодать Божия не действует. Я люблю, может быть, Господа. Мне это приятно. Мне приятно быть в Его собрании. Мне приятно читать Его Слово, но оно меня не изменяет. Оно толку никакого от этого нет. И я удовлетворяюсь только тем, что я получил прощение старых грехов. А что же насчет новых, которыми я грешу каждый день? Я же когда-то должен прекратить грешить. Иначе ничто нечистое не войти оттуда. Поэтому, поэтому. Давайте вооружимся это и поймем это, и будем просто стараться делать все, чтобы благодать Божия изменила нас. Но, все-таки, вернемся к нашей теме, суть благодати в том, что Господь спасет, воскресит именно меня. Именно меня. С моими вкусами, с моими интересами. Не греховный. Это понятно. С грехом я должен остаться здесь. С моим характером. Это будет Григорий. Это будет Лиза. Это будет Ольга. Это будет Данила. Это будет реально. Это буду я в целости. Именно я. Именно я. Слава Господу за это. Что должно стать все-таки? Давайте почитаем. Именно в 6. Знаешь, что ветви наш человек что? Распят с ним. Для чего? Чтобы упростнено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот здесь люди, здесь и происходит вот эта путаница. А, а, ну это же может быть только когда Иисус прыгнул. И когда вот упростнено будет тело греховное, тогда нам уже, мы уже не будем рабами греху. А до этого мы будем рабами греху. А рабы греха могут на небо попасть? Нет. Мы прочитали, что нет. В чем же тогда делать? Понятно, что здесь речь идет не об оставлении тела, не о смерти. Здесь речь идет об изменении характера. Хоть используется слово «тело», я хочу, чтобы вы это понимали каждый раз, когда будете читать Римлянам 6-7. Знайте, что в данном случае тело греховное, имеете в виду мой внутренний человек. Мой внутренний греховный человек. Он должен уменеть. Где? На кресте. На кресте распят с ним, чтобы упростнено было дело греховное. Дабы нам уже не быть рабами греховными. Нам надо освободиться от этого рабства. Если я сегодня говорю, о, я не могу бросить, ну не могу и все. Молю, стараюсь, не могу бросить. Вы уже это слышали не один раз. Пробывайте. И моих, и других. Вы не один раз это слышали, что люди не знают, как избавиться от вредных привычек. То ли это алкоголь, то ли это другое. Увеличение там какими-то передачами шоу, но не могут и все. Это как наркомания, как зависимость. Люди никак не могут избавиться. В чем причина? Я говорил об этом не один раз. Благодать Божия не в состоянии. Бог потерял свою силу, вот он может Лизе помочь, а Григорию не может. Григорий, ну трудный орешек попался и все. У него столько грехов, что благодать ничего не может сделать. Да? Так? Разумеется, нет. Может быть потому, что Григорий не позволяет. Может быть потому, что Григорий, думаю, что он хочет бросить это на нас. А в самом деле он говорит, что это не хочет бросать. Потому что если он хотел бы бросать, в Божьей помощью он бы бросил. Пусть не в один, пусть не в два, но на три или четыре. Но он бросил, конечно. Поэтому, поэтому. Но я не хочу опять уходить от нашей главной темы. В том, что когда мы не станем рабами в греху, тогда мы будем действительно пригодны для Царства Небесного. Но спасусь именно я. Именно ты, сестра и брат. Именно каждый из нас спасется. И никто другой. Как я снова то, что я вначале сказал, хочу повторить. Это будет не комбинация Григория и еще с кем-то. Какой-то новый человек и знакомый. Это будет Григорий. Если он спасется, это будет Григорий Орудинян. Муж Елизаветы. Именно я. Есть много Григориев. Те спасутся для себя. Я спасусь для себя. Спасется сестра или брат во всей целости. В этом и невеликая милость Божья. И когда я открою мои глаза, я убежу, что это я. Это я. Да не будет больше греховных сигналов. Сигналов не будет извне. Со своими собственными я победил их еще до пришествия Иисуса. С его же помощью, с его же помощью, его благодать. Мы сами не можем. И поэтому это будет обновленная Григория, но это будет Григория. Слава Господу Божья. Давайте поможем. На сербе наш Господь и Бог, еще раз великая Тебе слава и благодарность за это чудесное обещание сохранить нашу личность во всей целостности. Сохранить наш характер, нашу душу, наши вкусы, наши чувства. Разумеется, очищенные благодатью Твою еще до пришествия Твоего. Разумеется, освященные благодатью Твою. Разумеется, Ты возьмешь туда, тем, которые расстались с грехом, они остаются все еще рабами. Поэтому помоги нам вооружиться этой мыслью, помоги нам понять, что мы должны позволить Твоей благодати очистить нас полностью, чтобы туда мы вошли очищенные, но это будем мы. И слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...